добрый доброе утро всем дорогие друзья доброе утро все я вернулся из сибири вернулся после поездки по сибири новосибирск видео видал новосибирск в москве потом успел выступить и сейчас мы продолжаем изучать доброе утро лилия берман лидера из мастер-группы лилия берман лидер из вот это наверное устали от его уроков шучу напишите устали вы или нет напишите вам понравились это на уроке вообще было ли польза какая-то было бы хорошо но ваш ваша там лайки уже показать за же можем идем активно мы идем до пишет лайма и индра индра сайты ламаски я думаю что лайма лайма откуда-то из прибалтики мне кажется по ее имени лайма с прибалтики очень интересно было отлично главное шумова доброе утро очень понравилось спасибо все значит теперь когда я уезжаю с божьей помощью будет это проводить эти уроки мы с ним вместе и дальше мы можем сделать самый большой урок тары в интернете давайте сделаем вот прямо сделаем грандиозное что-то такое настоящее очень хочется делать что-то такое большое и есть на это сила давайте сделаем самый большой урок тары по утрам в прямом эфире в интернете сейчас нас где-то уже собираются чек по 20 28 вчера было значит можно если мы будем регулярно это делать то в 10 утра да то там через какое-то время нас будет двести две тысячи двадцать тысяч двести тысяч и тогда придет машех прям мы прямо во время урока все помолимся и придет ваших то есть бог услышать сигнал это огромная сила когда объединяются все вместе и одновременно богу что-то сигналят а все это входит в резонанс это вообще можно привести машеха этим уроком так что давайте собираемся все сейчас мы изучаем притчи царя самона сегодня мы узнаем о природе зла 6 глава 6 глава начиная с 12 отрывка нам рассказывает рассказывает о именно о природе зла что бог не любит как вообще это зло распространяется про про злых неправильных людей сейчас вот мы все узнаем значит 12 отрывок он нам до этого сказали что надо учиться у муравья и как муравей системно трудиться 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 создавать накапливать вот этого знания торы духовную энергию духовную силу накапливать молитвы например да то есть время ты молишься бога все время шлешь сигнал сигнал я вот молюсь одно и тоже уже лет десять у меня текст молитвы практически ну там есть как текст молитвы он уже 2000 лет одинаковый для всех да то что мы молимся это 2000 лет установили 2000 лет не 2000 2000 лет назад текст молитвы вот этих обязательных да которые в молитвените установили люди большого собрания джек неста гдала они установили этот текст 18 благословений и начинается там все очень четко выстроена каждое благословение первых три это это прославление бога глобальная то есть мы как бы вспоминаем выходим на молитву и мы вспоминаем первых три благословения вообще перед тем мы молимся кто он что он какая наша с ними связь бог авраама защитник авраама оживляющих мертвых и к дож отделенный и отделенный до который но он он как бы вне этого мира это мы вспомнили перед тем и стоим потом мы начинаем просить и первая просьба знаете какая 200 тысяч лет вот говорят почему евреи умные почему много нобелевских лауреатов потому что на протяжении двух с половиной тысяч лет все евреи соблюдающие а ну все равно большая часть евреев это это потомки тех кто соблюдает потому что как только евреи перестает соблюдать заповеди перестает молиться богу и вспоминать что он еврей максимум три поколения это это ветка исчезает то есть написано что буду наказывать детей за грехи отцов до третьего четвертого поколения то есть если отцы отходят третье и четвертое поколение еще у них есть шанс вернуться но если отцы начинают грешить а дети продолжают этот грех но на 3 4 поколение этот грех убивают это эту 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 ветку как бы да так вот все кто молятся первая просьба 3 это прославление бога а первая просьба какая как вы думаете а так он или адам да ты даешь человеку познания и даешь и обучаешь людей логике и ты пожалуйста нам дай от себя мы просим ну то есть мы бога просим чтобы от себя что мы просим дэа бинавэ аскэль это просят аштеназим аштеназим просят дэа есть и вот тут есть чуть-чуть есть разница те которые европейские евреи они просят да это познание чтобы было у меня восприятие обина бина это логика в аскэль это секс это высшая форма разума абстрактное мышление которое позволяет понять как высшую математику ковалу это просят европейские евреи аштеназим а что просят сфарадим знаешь а вот мне нужен у меня если партия до седора сейчас мы посмотрим что они просят это интересно они просят чуть по-другому они просят чуть по-другому сейчас это посмотришь что они просят есть разница восточные евреи и аштеназим аштеназим это европейские евреи вот именно среди них много нобелевских лауреатов потому что они просят абстрактное мышление уже две с половиной тысячи лет представьте как надоели богу выговорит найдем абстрактное мышление хотите математикой заниматься занимайтесь аскэль это абстрактное мышление с варадим просят что-то более другие формы разума которые дают более такой материальный подход но хорошо хохма бина вэдат они просят знания бина вэдат и познания то есть абстрактное мышление они не просят поэтому у них нет обзора хорошо теперь значит все с молитвой мы разобрались до мы разобрались молитвой чуть-чуть и дальше идут остальные просьбы восьмая только просьба восьмая просьба здоровье представьте восьмая просьба здоровье идет восьмого благословения значит и всего их 18 это если говорить про молитву теперь давайте вернемся к изучению мишли притчи царя соломона он нам объясняет как работает мир и он нам сказал что тот кто ленится он обеднеет и в духовном плане в материальном и вот этот процесс бедности он приходит по чуть-чуть немного полежал немного подремал немного по отдохнул и потом приходит эта бедность начале она стучится потихоньку а потом она приходит уже захватывает власть на человеком то есть это нам был рассказан процесс как как человек развивается приобретает знания про муравья нам сказали что муравья надо учиться теперь он с 12 отрывка 6 главы он нам переходит рассказать дальше ухудшения то есть есть человек поле просто он ленивый и он разрушился это но он хороший он добрый он просто с просто он не смог преодолеть вот эти вот законы энтропии это ленивец верен уйдет он дальше в 12 отрывке есть адам блия аль на иврите это звучит переводится это как вот переводят на русский нет это это били аль а как переводят вот если у тебя есть на русском значит смотрите били аль это человек если дословно перевести это слово то чек который без ярма без ярма власти небес то есть человек говорит да нету бога но не нужна мне вся эта система не нужна это называется человек который сбросил себя ярмо небес и написано что тот у себя сбрасывает термо небес он говорит но нету бога нет надо мной власти тогда на него ложится другая власть забота о пропитании и бремя властей тогда да да человек негодный переводят на русский били аль это человек негодный но если взять эти молодые слова то это чек который без ярма есть ишавен и он тогда становится человеком грешником значит грешник это тогда у него есть у него нет этой божественной системы координат которая его контролирует да там даже возьмем простую систему 10 заповедей не кради там не грабь не убивай не вожелай жену ближнего не будь лжа свидетелем то есть если человек сбросил себя это ярмо он тут же становится опасный для других людей он тут же становится ишавен он становится грешником то есть тот кто без ярма небес вот эта штука называется на ну в простонародье назвали в россии ярмолка ярмолка это сокращение от слов и рад молка страх перед царем когда есть на голове вот эта ярмолка меня вчера в самолете один человек который такой умный человек он меня спрашивал ну так он всем интересуется он говорит а зачем вы носите эту шапочку я говорю чтобы всегда помнить что есть надо мной бог и когда в этой шапочке я помню что если я делал что-то неправильное то это еще хуже потому что если я показал всем что я религиозный и я делаю нарушаю так это самое страшное преступление человек как бы на себя одел форму военную и в ней он там так себя ведет значит еще раз 12 отрывок есть человек били бли я аль человек без ярма негодный переводят на русский он же ишавен он же становится грешником олег икшут п и он идет через искривление рта дословно переводится это слово он любой человек он свое поведение оправдывает он вам даст целую философию почему он так делает даже любого преступника дел карнеди когда-то говорил что проводили опрос в тюрьмах их справедливо посадили в тюрьму или нет убийцы грабители насильники они говорят несправедливо это мне мы виноваты это общество виновата это папа виноват это мама виноват я напился я не виноват то есть чтобы человек не делал говорит дейл карнеди он себя все равно оправдает но царь салмон об этом нам сказал еще три тысячи лет назад что тот человек который без ярма и который грешник он идет через икшут п через искривление рта то есть да это это мы учили в в экклезиасте мы учили в кэлете что коль ишь я шарба и на каждый человек прямо в его глазах что чтобы он не делал он ну это оправдывает ему кажется что он делает право так вот главное здесь начинается что он идет через искривление рта он говорит неправильные вещи курец бэйнаф курец бэйнаф это дословно переводится он так вот моргает глазами но как бы суть вот этого в тринадцатом отрывке что он поморгает глазами это суть мы в шма израэль говорим в лото туру а хорели вавкем вахарей нехем не будете блуждать влекомые сердцем и глазами что имеется ввиду человека мышление она как устроена вот он сидит и у него внутри в сердце всплывают из подсознания какие-то запросы но обычно всплывают запросы животные какие самые громкие запросы кушать пить громкие запросы размножаться громкие запросы какие-то проблемы и у него вот сердце она работает на абстрактно на автомате такая как коммутатор теперь а глаза как работают вот я смотрю например здесь все заряжено вот в этом помещении это религиозное такое место я вам сейчас покажу вот если здесь я глаза только перевожу смотрите что вижу да я вижу на стенах фотографии мудрецов вот это вот вот это вот раф раф или яшев правили яшев он недавно совсем умер ему было 104 года один из главы резкого народа это рафа вадия эссе это мой брат михаил пиндусеев это вон висит раф штейнман это висит раф шах по-моему вот раф боже шапира недавно умер вот это был великий человек великий каббалист святой человек да то есть когда смотришь на эти лица до мудрецов то то глаза вот глаза видят сердце хочет айтан да глаза видят сердце хочет руки ноги делать то есть когда ты видишь вещи которые тебя пробуждают к святости отлично но это надо специально зарядить мир окружающий но обычный человек если он отпускает свои глаза что он видит рекламу которая хочет его мозг забрать и увести к покупке ну там порнографию разную потому что все кто хотят привлечь внимание они оголяют части тела зная что инстинктивно так легче человека зацепить если он видит ну там оголенные части тела зависть ну и так далее то есть весь окружающий мир он влияет на мышление на сердце человека через через глаза и через его желание и поэтому нам сказал царь соломон тринадцатом отрывке что вот этот вот человек который без ярма небес он без без он грешник он идет все время искривляет рот говорит ну гонит разную чушь дальше он коррец бейна он глазами примаргивает потому что он все время весь такой в расфокусированный он молель бараглав как он может молель бараглав я не понимаю значит молель это от слова милат он говорит но говорит он ногами почему-то и показывает он еще пальцами то есть он весь какой-то я так ну если взять вот это описание он весь какой-то вот такой раз фокусированный этот грешник да если мы посмотрим вот реально на эти грешников они такие ну вот такие вот они да да как бы они вот такие вот они глаза бегают знаешь как говорят когда по человеку который что-то у него такое он подозрительный у него глазки бегают он весь такой вот это он дал описание грешника до которого у которого нет вот этой системы координат которая ему показывает вот правильно как надо жить система структурирована все все понятно вот теме свод вот тебе тора вот тебе поучился вот тебе поработал как впервые вот написано прекрасно сочетать талмуд ура и изучение тора им дерах эрэц с какой-то работой с профессией шейди ячный им когда ты занят и трудишься над двумя этими вещами тора и работа мешаках а то вон она забывает как раз грех то есть когда ты хочешь убрать грех из головы ты его убрать не можешь ты можешь можешь его вытеснить когда смотрю на ровы ильяшева я не могу одновременно смотреть на филиппа деркорова у меня два глаза и узкое пространство то есть понятно и когда ты работаешь профессионально заниматься любимым делом и когда ты учишь тору тот все ты занят у тебя нету греха дальше 14 отрывок то а пухот были бо хорешра тот у кого-то а пухот перевернутая нет перевернутая в сердце то есть когда у человека искривленная система координат искривленная вот эта вот система верования тоже вчера летел с человеком таком видно что это умный человек ищущий и вот он ищет за что зацепиться в этом мире да он уже денег заработал там ну такую прямо моего возраста 44 года вот он зацепился там блаватская теософия то есть ему нужна какая-то система он хочет понять куда дальше двигаться да что будет с ним дальше зачем жить зачем двигаться и вот он ищет ищет оп зацепился за блаватскую ну и была такая блаватская теософия есть такая система а я ему говорю ну когда мы начал чуть рассказывать вот историю то что мы сейчас учим у него говорите в жизни как я мог представить что в самолете могу это услышать не так хотелось понять разобраться и говорит тут не бах вот такого то есть понятно что та система которая описывает тора она намного более во-первых перспективная потому что она дает перспективу что твое сознание будет жить дальше вечно это круто то есть это это главное как бы главный страх эго это исчезнуть и умереть и этот страх он наполняет жизнь людей и он двигает человеком постоянно вот это внутреннее беспокойство что со мной будет дальше но если ты говоришь своему эго до своей вот этой вот струкну личности да как самоосознанию а чё будет в раю будешь делай заповеди а а в чем за что в чем прикол а прикол в том что тебе хочется сделать что-то запрещенное а ты не делаешь то есть твоя вот это вот инстинктивная природа она тебя ведет в одну сторону а ты своим вот этим вот интеллектуальным только интеллектуальным аппаратом ты говоришь нет секундочку вот это живу животное тело я не такой я сейчас как повернуть сторону бога и в этот момент ты говоришь вечному создателю тому кто создал мир мироздания папа я с тобой я с тобой я иду по твоим заветам ты сказал делать так мне хочется по-другому но я я с тобой и ты поворачиваешь вот этот вектор в сторону заповеди в сторону бога заповеди это воля бога и в этот момент и все больше больше отрываешь свое вот это эго от управления твоим телом и твоими эмоциями и ты понимаешь о секундочку вот это мое тело вот это моя эмоциональная животная природа а вот это вот я и я я я сверху я как это как есть такое понятие милых мэм это милых мох то есть у человека который на высшего уровня царь у него всем управляет интеллект он выше чем животная природа он выше чем эмоциональная природа вот этот вот интеллект он выше но куда он выше он прикреплен к богу значит 14 отрывок давайте посмотрим сколько у нас уже длится урок еще две две минуты нас есть значит чит у вот этого грешника у него все перевернуто в сердце у него система координат перевернута он какой-нибудь он верит там в оба что-то он верит непонятно до вашу верит хореш ра и он как бы хореш это пашет как пашню землю паши да и когда у него перевернутая система координат он как будто бы этой системой координат делает борозду и борозду для зла то есть он двигается в сторону зла вы коль все время потому что если у человека перевернутая система координат он ну вот смотрите возьмем один элемент человек который знает что все делает бог он но он принимает реальность такой какая она есть и он верит что она будет лучше и он просит у бога чтобы она была лучше но он не сопротивляется он такой как сервер знаете это все но такое как на волнах да но у него нет вот этого борьбы с реальностью теперь человек который он не знает что все делает бог он все время борется с реальностью он борется с людьми он все время чем-то недоволен у него вся его внутренняя жизнь она наполнена негативом и ядом он сам его производит то есть если у него вот эта система координат сдвинута то тогда у него вся жизнь она наполнена этим злом все время и что он делает медианим и шалеах он суды ну суды медианим это он все время с кем-то ссорится он все время с кем-то недовольный он все время находится в ссоре с людьми это как бы производное потому что когда не недоволен ты судишь мир судишь себя судишь людей и ты их судишь ты недоволен мир то отвечает тебе тем же ты не можешь так как-то все время зеркало работаешь ты судишь мир мир тебе отвечает судом ты судишь человека он тебя отвечает тем же ты делаешь ему замечание, он тебе делает замечание в ответ еще в 10 раз больше. То есть это... И тут вот интересно, и 15-й отрывок такой, да? Алькен питом я во ейдо. И через это вдруг приходит на него наказание. Ейдо это как расплата. То есть человек, вот я всем говорю, я пример перевожу. Есть люди, которые ездят опасно на дороге. И они опасно ездят, и они подрезают, и все. Ну наверняка он найдет такого же, как он. Ну наверняка. Где они будут зарубаться, где они будут... И все равно ты не должен на него реагировать. Его жизнь, это его жизнь. Его дорога, его дорога. То есть каждый человек, который делает зло, который ссорится, который воюет, он попадает на таких же, как он. И они пускай и воюют себе, да? То есть тот, кто занимается вот этим вот медьяним и шалаях, тот, кто посылает суды, поэтому 15-й отрывок. Вдруг приходит расплата на него. Пэта вдруг и шабер. В НМРП вдруг он сломается, и нету того, кто его излечит. НМРП. Почему? Та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И если ты нападаешь на мир, который сделал Бог, то ты создаешь ту реальность, в которой ну, в которой Бог с тобой ведет точно так же по суду. Если ты судишь всех, так тогда и Бог тебя судит. То есть это вот 15-й был отрывок. И 16-й, последний, мы на этом закончим. Шесть перечисленных вот этих вот показателей грешника Бог ненавидит. Прямо так и написано. Шеш Эна Сане Ашем Шесть вот этих перечисленных характеристик грешника Бог ненавидит. В Эшева А7 вот это вот спорить, ругаться, нападать, критиковать. То Ават Навшо это вообще Бог это не обидит, это мерзость. Нет, это 7-я. 7-я это медианим. Вот это тот, кто Мишалех медианим. Дальше идет расшифровка. Не, не, не. Это я тоже, я много учил, это не понимал. Малбим все разложил по полочкам. То есть шесть вышеперечисленных Бог ненавидит, а седьмую это вообще для него мерзость. Почему? Малбим объясняет. Тот, кто ссорится, он разрушает вообще общество. То есть мы начинаем молитву, чтобы была молитва принята, это тоже интересно. Нужно вначале выполнить заповедь Ваавта Лерайха Камоха возлюби ближнего как себя. Если у тебя для Бога человечество это как одно целое. И когда между... За что Бог разрушил свой храм? За что был Иерусалимский храм разрушен? За то, что евреи беспричинная ненависть друг к другу. То есть когда есть вот это вот в сердце ненависть друг к другу, то Бог даже разрушает храм. Нет места для молитвы. То есть самая главная, первая заповедь, на которой держится вся Тора, это беспричинная любовь друг к другу. Возлюби ближнего как себя. Вначале ты возлюби себя, то есть у тебя ты должен наполниться сам любовью к себе, к себе, к миру. То есть это то, что просто состояние любви. Потом возлюби ближнего как себя, как ты можешь себя возлюбить, так же возлюби его. И потом идет возлюби Бога всем сердцем твоим. А дальше уже все, пришел на шеях, то есть все, это хэпи энд, гэйм овер и это призы, призы, призы. Понятно, да? Все, давайте сделаем вывод, вывод из этого урока. Теперь очень важно, чтобы что-то осталось, нужно тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба дают возможность учить и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба дают возможность учить, обучать, сохранить, запомнить и делать. Поэтому нужно взять три вывода, личных три вывода, которые вы для себя сделаете. Для того, чтобы эти выводы обучить других людей, нужно написать эти выводы на своей страничке, рассказать кому-то. И нужно придумать, что вы собираетесь сделать. Так возникла моя вот эта известная система сверхобучения 3П. Это мешна в перте, а вот переделанная на современный лад. Значит, мешна в перте, а вот как изучать ТОРУ. Давайте. Я первый, я делаю три вывода из сегодняшнего дня. Из того, что мы поучили. Значит, первое, что я понял для себя. Вот выводы надо делать не глядя в книгу. Просто как бы еще раз просмотрев, может, свои записи, подумав и выделить три главных вещи. Для меня сегодня была самая главная, первая вещь. Это то, чем мы закончили, да? Что нельзя ни с тем ругаться, нельзя никого судить. Даже в сердце не надо никого судить. Это много об этом говорит Тора. Не суди ближнего, пока не придешь на его место. Потому что ты не понимаешь, что на самом деле происходит. Суди ближнего, ляка всхуд. Все время старайся судить ближнего в хорошую сторону. Вот первый, я взял вывод, лучше вообще не судить, а если судить, только в хорошую сторону и только оправдывать. Потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Это первое, что я понял. То есть, очень быть или не судить вообще, или судить, но искать человеку оправдание. Внутри себя. Внутри себя. Это первое. Второе, то, что я понял, что люди, у которых нет вот этого страха перед небесами, у них нет вот этой веры в Бога. На них нельзя вообще положиться. Потому что ты не знаешь, какая у него система координат. И он может в своей системе координат делать все, что угодно. То есть, он сам себе за Бога, сам себе за придумщика. И он может себе все, что угодно придумать. То есть, нужно... Это вот тот человек, над которым нет ярмо небес, ты не можешь на него полагаться вообще. Потому что он только будет действовать по интересам. Ну, по своим интересам, как ему. Он Бога не боится. И третье, что я понял для себя, это из сегодняшнего, вот то, что мы изучали, что расплата приходит вдруг на вот этих людей. И лучше с ними не соединяться. То есть, лучше идти максимально... Или ты прикрепляешься к людям, которые хорошие, или лучше никому не присоединяться. Отлично. Вот, класс. Спасибо, что каждый свое написал. Очень интересно. Я еще раз почитаю. И когда мы будем читать выводы друг друга, то мы еще раз будем это повторять. То есть, это очень классно, чтобы оно перешло на жесткий диск, запомнилось. И все, сегодня мы заканчиваем этот урок. Спасибо большое, что вы пришли. Приходите завтра. Давайте сделаем его таким регулярным. С Божьей помощью изучим Мишли, притчи царя Соломона. И приведем в мир много божественного света. И мир поднимется, улучшится. Все. Всех люблю. Себя люблю. Бога люблю. Мир люблю. Все. I love you. I want you. А лезут старые песни все эти. Прямо про I love you. Все. Пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok